Друзья, всех приветствую из Сада Божьей Матери! Поздравляю всех с Днем Воскресным! Христос Воскресе, дорогие! Хотел сделать маленькую публикацию, ответить на многочисленные вопросы новых подписчиков, которые спрашивают о вечном поминовении, что это такое, как это совершается, и как его можно заказать. Вечное поминовение подразумевает собой, что имена, которые вы будете подавать на помин, будут упоминаться на каждой литургии, вот в этом вот таком имелительном пещерном пустыническом храмнике, который построил старец Иосиф Осихаст со своим сподвижником Арсением Пещерником, два великих святых двадцатого века, сподобившихся великих божественных заступлений. Так вот, ваши имена будут упоминаться на проскомидии, на каждой литургии с пониманием частицы. Почему называется вечное поминовение? Потому что вот этот вот храмовый синодик принадлежит храму, и он здесь находится до тех пор, пока существует храм, и в нем служится литургия. Ну, так как мы веруем, что на фоне литургии будут совершаться до последних времен, до второго пришествия Спасителя нашего, то поэтому называется поминовение вечное. Это достаточно вместительный синодик, вот мы уже запомнили, наверное, где-то, может быть, половину, так чисто виртуально. И пока еще есть место в этой книге жизни. Такие требы принимаются и в России, и в Русском Патерименном монастыре. О упокоении и о здравии. Но должен вам сказать, что в больших монастырях, конечно, вечное поминовение, достаточно условный термин, потому что просто очень много людей приходит в монастыри, и они набирают где-то, ну, огромные синодики, но каждые 10 лет они их как бы обнуляют, то есть, утилизируются синодики, набираются новые, потому что просто физически читать имена в таком количестве невозможно. У нас храмик пустынический, паломников совсем практически нету. Вот сейчас появилась возможность в интернете с нами общаться. Вот, поэтому мы решили заполнить этот синодик и его, как бы, ну, оставить вот при храме. Он будет, он будет вечным, независимо от того, будут меня самонахи, священники в этом храме, или, допустим, синодик приходит уже в негодность, он просто переписывается, это называется храмовый синодик. Вот, определили пожертвование за вечное поминовение 9000 рублей имя. Это единственная треба, которая имеет цену. Все остальные треба, которые мы принимаем, это годовое поминовение на Проскомедии, Саркаусты, молебная Акафиса, то есть, вспоминание ваших имен, которые вы присылаете. Также келейная молитва по четкому, вместо Псалтирии мы молимся по четкому Иисусу и молитве, и поминаем имена, в том числе, некрещенных людей. Все остальные треба у нас цены не имеют. Цена установлена только за вечный помин пожертвование 9000 рублей имя. Также мы, люди, которые подают на вечное поминовение свои имена, мы высылаем, высылаем памятный сертификат с иконкой. Старца Иосифа, которую мы написали с моим старцем и сделали вот такие вот иконочки. И здесь на иконке присутствует частица, частица с алтарной стены, вот этого храма, который построил сам вот этот вот великий подвижник благочестия. Такую святыньку с Афона каждый человек будет иметь у себя дома. Благословение Божие, благословение Афона, благословение старца. И вот такой вот сертификат на имя человека, за которого будет совершаться поминовение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...